Всем привет! В сегодняшнем видео хочу рассказать вам о своем самым любимом сухом шампуне. Давайте приступим! В одном из последних видео, когда я рассказывала вам о своих самых лучших и худших косметических продуктах за октябрь, я упоминала о сухом шампуне Collab, вроде так он произносится, и сказала вам, что он мне совершенно не понравился. Это был первый раз, когда я его пробовала, и мои претензии к нему были, что он совсем не работал для меня. То есть он совсем капельку убирал вот этот вот жирный эффект волос, а в остальном не очень-то сильно и выполнял свою самую главную функцию. Сухой шампунь для меня это очень классная вещь. Я не знаю, как вы, я не очень люблю мыть волосы, но мыть волосы еще одно, а вот уложить их, и знаете, когда у вас получилась вкладка, вы столько времени на нее потратили, потом на следующий день или через день снова мыть и снова тратить столько времени на это, мне всегда жалко. Поэтому я обожаю сухие шампуни, покупала бы их каждый месяц, если бы не их цена. Вот этот от Батист стоит 600, 630, 650 рублей, смотря где его можно найти. В нем 200 миллилитров, и как я уже говорила в прошлом видео, мне редко когда хватает сухого шампуня больше, чем на один месяц, если я буду его использовать тогда, когда мне это нужно, а не тогда, когда мне это очень-очень-очень нужно. На какие-то такие, знаете, особенные случаи, как я собираюсь это делать с этим шампунем. Но давайте я вам расскажу о нем. Впервые я его попробовала, когда он у нас не продавался, я его заказывала через интернет, и тогда он, по-моему, выходил мне где-то рублей 250-300, я считаю, что это вполне адекватная цена для сухого шампуня. Мне он очень тогда понравился, я попробовала несколько разных ароматов и расцветок, но оригинальный вот этот вот мне понравился больше всего. В чем его минус? Минус в том, что он действительно оставляет вот этот вот белый налет на ваших волосах. Клэп не делал такого, Батист, у него будет вот этот вот белый налет. И если у вас темные волосы, и вы брюнетков, как я, то это критично, потому что, несмотря на то, что они предлагают вычесать это, нет, он все равно чуть-чуть будет вот такой вот как седой эффект. Но я нашла идеальный для меня вариант, который работает. Я уже знаю, когда у меня могут начать жарниться волосы. Обычно я их мою через день, то есть, допустим, я помыла сегодня, завтра я не мою, послезавтра я буду их мыть. Так вот, вот этот вот день между помывками у меня волосы могут жарниться. И я также знаю, в каких местах они у меня жарнятся. Поэтому я в тот день, когда я помыла вечером, наношу немного сухого шампуня на те места, которые жарнятся. У меня обычно вот тут, на темечке, и вот, да, где часто я трогаю их руками, да, убираю их за ухо и так далее. Я наношу туда сухой шампунь, чуть-чуть это все вот так вот взбалтываю, смешиваю, и оставляю, не расчесываю ничего. На следующий день просыпаюсь, у меня в волосах есть объем, я их расчесываю, они абсолютно вообще нисколечко нежирные, и все это выглядит очень классно, замечательно. И я знаю, что я буду ходить с такими волосами, и мне не будет, ну, как-то не по себе, что, возможно, кто-то увидит, что они немножко жирные, и я их не сегодня мыла только. Так что вот такой вот интересный у меня способ, но он 100% работает. Если вы пробовали шампунь, у вас темные волосы, у вас оставался этот налет, и вы решали что-то для вас, попробуйте такой способ, потому что для меня это реально спасение. И поэтому я очень-очень рекомендую этот сухой шампунь от Батист, именно оригинальный. У него достаточно сильно выраженный вкус, ну, вкус, аромат, но он нисколько не неприятный, и я потом его в течение дня не чувствую нисколечко на своих волосах. Так что да, расскажите, пользовались ли вы сухими шампунями, может быть Батистом, какие ваши впечатления, все интересно, оставляйте в комментариях. У меня на сегодня все, я надеюсь, вам понравилось, и до скорых встреч, пока!